Разобрали по веточкам. Лесные субботники прошли во всех пяти лесничествах республики. Основная цель – сбор залежника и бурелома. В генеральной уборке зеленых активистов принимала участие и Кфатима Даурова. «Берись дружно, не будет грузно» – именно с таким девизом коллектив Министерства природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии вместе с волонтерами вышли на очередную акцию по сбору валежника. Локация – окрестности села Пристань. И ноябрьский день выдался тёплым. Осенний лес почти растерял листву. Сопротивляются только наиболее стойкие к первым холодам деревья. Среди оголившейся чащей лесополосы на земле лучше виднеются старые сухие ветки. Именно за ними идёт санитарная охота. Сегодня мы проводим традиционную акцию, которая началась по инициативе нашего министра Качкарова Диана Салиховна. В прошлом году мы начали эту акцию, в прошлом году провели, ну и в этом году проводим. Благодаря этой акции мы снабжаем древесиной тот слой населения, который нуждается в этом. В частности, сегодня населённые пункты Пристань и Кайдан. А сколько сможем, будем обеспечивать. И плюс производится санитарная очистка леса. Идея руководства Минприроды Республики совместить два полезных дела оказалась удачной. Зима приближается, и для тех, чьи домовладения не подключены к голубому топливу, наступают суровые времена. А цены на древесину немаленькие. Чтобы приобрести 4-5 кубов натурального горючего, нужно не менее 14-15 тысяч рублей. Поэтому адресная помощь с поставкой валежника нуждающимся в приоритете. Население осенью начинает заготовку дров, и она актуальна. В основном, это те же слои населения, которые действительно нуждаются. И они очень благодарны всем, и нам, и нашему руководству. К следующему пожароопасному сезону наши леса подходят более очищенными. Экоотряд, кафедры и лесное дело – постоянные волонтёры в подобных акциях. Ребята по роду своей специальности точно знают, какой вид дров относится к валежнику, а какую ветку лучше не трогать. Ребята с большим удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях и акциях. Эти акции, помимо того, что несут какую-то благотворительную нагрузку свою, нам, как педагогам, это просветительская нагрузка, деятельность. Поэтому ребята делают пользу, приносят пользу, и при этом сами учатся, как нужно поступать по жизни, какую пользу нужно нести людям. Мы сегодня с мамой приехали сюда собирать ветки, мне очень интересно. А тебе не тяжело, так сказать, эти ветки, или ты выбираешь самые маленькие? Самые маленькие. Я узнала, что тем самым мы помогаем и людям, и лесу. По полям, по полям, вот и красный трактор подъехал для того, чтобы помочь вывезти валежник на условное место, откуда, в свою очередь, силами местной администрации его распределят по определенным домовладениям. Всего одна такая акция позволяет собрать до четырех кубов дров. Хатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия. Дорова, Ислам Урума, Черкесия.